Не секрет, что многие работодатели стараются избежать приема на работу тех, кто через год или два могут уйти на пенсию, или наоборот стараются уволить возрастных работников перед их выходом на пенсию. О чистоте таких случаев говорит судебная практика по трудовым делам. Повышение пенсионного возраста существенно расширяет потенциальную базу таких конфликтов. Разговор о льготах и гарантиях, критериях отнесения к этому статусу, социальной поддержке предпенсионеров шел на заседании рабочей группы при администрации городского округа. На сегодня в нашем городском округе более 13 тысяч людей пенсионного возраста и чуть более 200 человек предпенсионеров трудятся на предприятиях города. Поэтому пенсионная реформа подкреплена соответствующими изменениями в социальной политике и уголовном законодательстве. В частности, в Уголовный кодекс Российской Федерации внесена новая статья, признающая преступлением необоснованный отказ в приеме на работу, необоснованное увольнение и наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей. О дополнительных мерах социальной поддержки рассказали собравшимся кадровикам промышленных предприятий, специалистам пенсионного фонда, налоговой инспекции, городской службы занятости. Мы сегодня собрали работников кадровой службы предприятий с разъяснениями и пригласили сегодня на комиссию представителей налогового органа, пенсионного и центра занятости. Изменилось и само понятие «нетрудоспособные граждане по возрасту». До пенсионной реформы нетрудоспособными гражданами признавались мужчины, достигшие возраста 65 лет, и женщины, достигшие возраста 60 лет. С 1 января 2019 года нетрудоспособными считаются мужчины, достигшие возраста 70 лет, и женщины, достигшие возраста 65 лет. Соответственно, наряду с поддержкой предпенсионной категории изменяются и условия предоставления льгот и субсидий нетрудоспособным гражданам в зависимости от установленного для них норматива по возрасту. Для граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность выйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше с учетом переходного периода. Помимо этого, для граждан предпенсионного возраста с 1 января 2019 года увеличивается максимальный размер пособия по безработице. В пакет социальной защиты предпенсионеров входит также и их дополнительное обучение с целью повышения квалификации, а также переобучение за счет средств службы занятости. Они точно так же обучают в своих учебных центрах, повышают, допустим, этого же сварщика, этого же слесаря, обучают в своих учебных центрах. Соответственно, что повышают разряд. Вот, пожалуйста, они могут также предпенсионного возраста, если он имеет четвертый разряд, а пятый разряд, естественно, заработная плата уже выше. Они могут обучить в своем центре, но поучаствовать вот в этом мероприятии и иметь субсидию. То есть оплата пройдет вот этого обучения уже, пусть там, ну, 12-15 тысяч, они тратят на него на учебные, допустим, наглядные пособия, там еще на что-то. Вот это вот все, это пойдет за счет субсидии, мы им оплатим эти затраты. По земельному налогу на территории сухого лога дополнительная льгота тоже оставлена для ветеранов, для категории ветеранной труда. То есть лиц, которые достигли 55 лет и 60 лет, соответственно, женщины и мужчины. То есть все сохраняется. То же самое и в части транспортного налога. Значит, введены два пункта. Если раньше в областном законе был подпункт, касающийся пенсионеров, которые имели право на льготу на один из транспортных единиц, это легковой автомобиль один от 100 до 150 включительно, или грузовой автомобиль до 150 лошадиных сил, или мотоцикл, или мотороллер до 36 лошадиных сил, такая же льгота сохраняется, и для лиц предпенсионного возраста. Что такое предпенсионный возраст? Это те же работники, они также трудятся на предприятии. У нас нету проблем с этим. Они профессионалы. Мы их увольнять и деградировать не собираемся. Работают и работают, но выйдут на пенсию, как положено, в 65 лет.